Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Цены Западной Армении Сова-Манян Нурайр Ашотович. Вопросы армян в Западной Армении. Власти Баку 120 тысяч жителей Арцаха подвергают реальному террору Арман Татуян. Под вражеским прицелом пахотные земли Варангатага. Армянский лаваш Матнакаш и Жагядуват в числе 70 лучших лепешек хлеба. Чемпионат Европы арцахские борцы завоевали бронзовую медаль. Предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 19-м заседании ЗУМ, организованном в рамках предвыборной кампании на парламентские выборы декабря 2023 года. Встреча состоится 13 июля 2023 года в 20.00 по французскому времени, в 22.00 по илеванскому времени. Встреча пройдет на армянском языке. Тема – национальное образование и Западная Армения. Присоединяйтесь к встрече ЗУМ по указанной ссылке. Сыны Западной Армении Сугумунян Нурай Ашотович. Героически погибший в 44-дневной войне Нурай Сугумунян родился в 2000 году в селе Артабуй в Айодзорской области. Шесть лет учился живописи в областной школе. В 2019 году поступил на отделение живописи Ереванского государственного педагогического университета. Мама Сюзи Вартанян рассказывает. С детства сын по-своему видел свет и тень, чувствовал и видел мир по-своему. Наверное, не случайно был снайпером. Погиб в первый же день войны в Джиракане. Посмертно награжден медалью за боевые заслуги. За четыре месяца службы ни раз не жаловался. После четырехдневной войны воодушевился образом Роберта Абаджана до призыва. Успел нарисовать портрет Роберта, подарив школе, где учился Роберт. Роберт Абаджан – герой и идеал Нурайра. Мама Нурайра Сюзи уверена. Нурайр сражался до последней секунды, самоотверженно выполняя боевую задачу. Вопросы армян в Западной Армении. Карну Кочари – одна из разновидностей танца Кочари, популярная в районе Карин. Кочари – самый популярный и сохранившийся армянский танец армянского Нагоря. Этимология танца следующая. Корень Коч, по-видимому, имеет какое-то отношение к некастрированной овце. Название «Гоч, дочь, хоч» происходит с древних времен и связано с культом овна. Любимый всеми вид танца завораживает образностью и мужественной динамикой. Несмотря на то, что танцоры уже не помнят о прежнем содержании танца овца-козы, однако время и последующая стратификация не смогли полностью нивелировать изначальную древнюю форму танца. На вопрос, как появился Кочари, многие ответа не имеют. Некоторые отвечают на вопрос следующим образом. Главное, что любовь к данному танцу у нас в крови. Основатель и руководитель Ассамблея этнографического танца Карин Гаги Генусян не согласен с подобным подходом к армянскому наследию. Мы очень мало знаем о себе, именно поэтому наши очень легко забирают и переписывают себе, подчеркивая, нужно прививать ребенку патриотизм с детства. Кочари был создан в языческий период, когда существовал культ деревьев, воды, солнца и животных. Танец, имитирующий движение тела, силу и мощь дикого овна, борющегося за свою территорию стадо, возник в период культа дикого овна. Спустя столетия культовые элементы сохранились как в архитектуре, так и в повседневной жизни. Наглядным примером является именно танец Кочари. Культ овна отражен в разных направлениях искусства. В частности, в архитектуре можно увидеть элементы, похожие на ветчие рога. Историки отмечают, в период культа многие скульпторы изображали не только рога, но и голого животного. Армяне того времени считали, что если они будут бесстрашны, как овны, то никто не сможет их поработить. Элементы данного культа также нашли отражение в танце. Кочаря возник именно в период поклонения овну. Существовал ритуал боднуть, который предполагал следующее. Подняться на задние так называемые копыта, как овен, сильно ударить по земле. Данный элемент сохранился в нескольких разновидностях Кочари. Группа, выстроившись в ряд, приподнимает ноги, силой ударяя по земле. Сообщение, распространенное директором фонда Татуян Центра права и справедливости бывшего защитника прав человека Республики Армения Армана Татуяна. Власти Баку преследуют цель насильственного выселения коренного населения Арцаха, подвергнув их истнической чистке. С 12 декабря прошлого года гуманитарная катастрофа осуществляется путем тотальной блокады. Арцахские армяне отрезаны от внешнего мира уже 210 дней. С 9 января Баку полностью прекратил подачу электроэнергии из Армении в Арцах. По сей день она не восстановлена. С 21 марта Баку полностью прекратил подачу газа из Армении в Арцах. С 15 июня прекращены все виды гуманитарных поставок в Арцах, продукты питания, топливо, лекарства, средства гигиены и прочее. Международный комитет красного кредита с 25 июня осуществляет только поставку лекарств и то со строгими ограничениями. Во второй половине дня 8 июля распространилась новость, что подача газа в Арцах восстановлена. С полудня 9 июля подача газа вновь прекращена. Более того, вся политика проводится с намерением посеять среди людей неопределенность и тревогу. Даже для минимальных жизненных потребностей, таких как транспортировка граждан в больнице, питание и прочие нужды, жители не могут заправить автомобили топливом. Хлебозаводы также не работают. Таким образом, Баку намеренно подвергает 120 тысяч жителей Арцаха настоящему террору, создает состояние неопределенности, чувство тревоги за жизнь и здоровье, безвыходность при полной изоляции. Это естественное проявление продолжающейся политики ненависти и вражды Баку против армян, их реальные намерения. Основная часть пахотных земель в общине Барангатага Мартагердского района находится под прицелом боевых позиций, оставаясь необработанной. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс сообщил глава общины Гран Бахшиан, отметив, жители села не считают эти территории безопасными. Из соображений безопасности не могут обрабатывать данные территории. Тем не менее, в окрестных селах в этом году удалось в какой-то мере посеять зерновые. По сравнению с предыдущими годами расширились посевные площадки овощных и бахчевых культур. Семена картофеля и другие культуры мы получили от фонда села и сельского хозяйства Республики Арцах, в том числе от Красного Креста. Некоторые жители смогли посеять большое количество картофеля, имея возможность часть урожая реализовать в соседних населенных пунктах. Однако из-за нехватки транспортного топлива доставить картофель в Степанакерд невозможно. По словам собеседника Арцах Пресс Варангатаги, в послевоенный период мало кто занимается скотоводством, пытаясь обеспечить семью и в какой-то мере село. По оценке гранта Бахшиана, результаты сенокоса внушают надежду, что зимой недостатка корма не будет. Лаваш, матнакаш и жангялуват в числе 70 лучших лепешек хлебов. Среди 100 лучших видов хлеба в виде лепешки в мире в рейтинге из лимитной энциклопедии местной кухни, традиционных ресторанов и оригинальных рецептов включены три вида армянского хлеба. Жангялуват с хлебом с зеленью 69 место, матнакаш 62 место и лаваш 9 место. Как передают армии пресс, в энциклопедии, в частности, про жангялуват пояснили, что это деликатес родом из Арцаха. Жангялуват – это традиционное армянское хлебное изделие, в состав которого входят различные специи и до 20 видов зелени. Напомним, что в 2014 году лаваш, приготовление, значение культурное, проявление традиционного хлеба в Армении включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В городе Капашвар-Венгрии на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов возрастом до 15 лет арцахские борцы Владимир Галинский и Сурен Ишханян завоевали бронзовую медаль. Об этом в беседе с Арцах Терц сообщил начальник управления спорта Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Даниил Макарчан. В поединке за бронзовую медаль Владимир Галинский одержал победу над россиянином Иваном Острейку со счетом 10-0. Сурен Ишханян победил представителя Турции Бугра Кабак со счетом 8-8. В чемпионате Европы по борьбе до 15 лет в составе сборной Армении также участвовал арцахский боец вольного стиля Гарик Нерсисян. И в завершение послушаем музыкальное произведение Оф Сирун Сирун в исполнении ансамбля Гагика Мурадзяна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok